Царская Россия, а затем и Советский Союз славились плеядой ученых, которые могли вывести науку на новый уровень. Но их попытки продвинуть технический прогресс оставались незамеченными, поэтому ученые были вынуждены эмигрировать в другие страны, где к их изобретениям проявился интерес. Гениальные изобретения прославили своих создателей на весь мир и доказали свою пользу социуму. Поехали! Игорь Сикорский Выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский создал на родине первые в мире четырехмоторные самолеты – русский Витязь и Илья Муромец. Отец Сикорского придерживался монархических взглядов и был русским патриотом. Из-за угрозы собственной жизни авиаконструктор эмигрировал сначала в Европу, но не увидев возможности для развития авиации, принял решение об эмиграции в 1919 году в США. Будучи на родине состоятельным человеком, он был вынужден начать в Америке все с нуля. Сикорский основал Сикорский Аэроинжиниринг. До 1939 года авиаконструктор создал более 15 типов самолетов, в том числе американский клипер, а также ряд моделей вертолета, в том числе ВС-300 с одним несущим винтом и небольшим хвостовым винтом, по принципу которого сегодня строится 90% вертолетов в мире. Первый полет на новом параде Сикорский всегда осуществлял сам. Являясь глубоко верующим человеком, Игорь Сикорский оставил после себя ряд интересных опытов по философии и богословию, которые совсем недавно были опубликованы в России. Иммануил Великовский Иммануил Великовский личность у нас практически неизвестная. В США его считают писателем, автором спорных космогенических теорий и гипотез, в частности о столкновении Земли с Венерой, когда последняя была просто кометой. Великовский родился 10 июня 1895 года в Витебске. Затем семья переехала в Москву, где его отец преуспел как автовый торговец. Учился Иммануил, как и его братья, у частных учителей. Евреев с неохотой принимали в гимназии, где находились дети православного вероисповедания. С трудом добившись легального разрешения на выезд за границу, Великовский весной 1922 года навеки покинул родину. Пожив некоторое время в Берлине, он переехал в Палестину, где сначала работал врачом, а затем в течение 15 лет занимался психиатрией. В 1939-м, переехав в Нью-Йорк, перестал интересоваться медициной. Его новыми увлечениями стала история и астрономия. Великовский обладал редким даром убеждать слушателей в своей правоте, даже если предмет разговора был спорным. Он был знаком с великим физиком Альбертом Эйнштейном. Некоторые из догадок Великовского позже подтвердили исследования ученых. Хотя, когда он во время лекций на форме аспирантов Принстонского университета впервые высказал идею о том, что планета Юпитер должна испускать радиошумы, сидевшие в зале профессора выразили недоумение. Какие радиошумы может испускать холодная планета? Однако Великовский оказался прав. Михаил Леонидович Громов Математик с мировым именем, доктор физико-математических наук, лауреат Абелевской премии. Эмигрировал в 1974 году в США. Премия Абеля в математике считается эквивалентом Нобелевской премии. Она была присуждена Михаилу Леонидовичу Громову за его революционный вклад в геометрию. Комитет по вручению премии Абеля отметил, что Михаил Леонидович Громов является одним из ведущих математиков современности. Он известен своим важным вкладом во многих областях математики, особенно геометрии. Михаил Громов стоял во главе некоторых из важнейших достижений геометрии, представив идеи, которые в результате привлекли к новым взглядам на геометрию и другие сферы математики. Большое влияние на многие области математики оказали его исследования в теории гиперболических групп. Илья Романович Пригожин Всемирно известный физик и химик российского происхождения. Лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года. В 1921 году семья будущего ученого эмигрировала из Советской России сначала в Литву, а через год обосновалась в Берлине. Однако в 1929 году с ростом антисемитских настроений в Германии Пригожины решили поселиться в Бельгии. Известен как первооткрыватель диссипативных структур, устойчивых пространственно-неоднородных структур, возникающих в результате развития неустойчивостей в однородной среде. В 1989 году король Бельгии пожаловал Пригожину титул виконта. Георгий Гамов С детства этот ученый интересовался точными науками и уже в 20-е годы получил образование в Петроградском университете. Талантливый студент был приглашен в аспирантуру, где достаточно быстро выделился и получил право на стажировку в Германии. В конце 20-х годов неоднократно выезжал в Европу, где сотрудничал с лучшими физиками того времени. В 28 лет он уже был членом-корреспондентом Академии наук, самым молодым за всю ее историю. Гамов всегда возвращался из заграничных поездок и не планировал покидать страну. Однако в начале 30-х годов в СССР стали происходить значительные изменения. Был свернут НЭП, понизился уровень жизни, началась коллективизация, усилилась подозрительность, границы стали закрываться. В 1931 году Гамова, который уже был в статусе европейской звезды, не выпустили на Международный конгресс по ядерной физике, где он должен был выступать с закладом. Гамову стоило огромных усилий добиться разрешения на поездку в Брюссель на Сольвийский конгресс. На этой командировке он отказался возвращаться назад, за что был лишен звания академика СССР. В эмиграции он работал преподавателем в университете Вашингтона, занимался вопросами эволюции звезд, уточнил теорию Большого взрыва, был первым, кто предложил гипотезу кодирования генетического кода, занимался популяризацией науки. В эмиграции Гамов стал одним из самых знаменитых физиков-теоретиков 20 века. Владимир Кузьмич Зворыкин Владимир Кузьмич Зворыкин – известный изобретатель. С 1919 года Владимир Кузьмич, переехав в США, работал в различных радиотехнических фирмах. Из множества его изобретений мировую славу принесло создание иконоскопа, первой передающей телевизионной трубки про образы современного кинескопа, за что его и считают отцом телевидения. Во Вторую мировую войну он занимался разработками в области военной радиотехники. А в 1954 году в возрасте 65 лет стал директором Центра медицинской электроники Рокфеллеровского института в Нью-Йорке. Тогда же им была разработана пилюля с вмонтированным в нее портативным радиопередатчиком. Пациент глотал ее, и врач получал информацию о состоянии желудка и кишечника больного. Так что Зворыкина можно по праву считать пионером метода эндорадиозондирования. В 1957 году он запатентовал установку, в состав которой входил электронный микроскоп. После того, как изобретение Зворыкина увидело свет, власти США задались целью перенести накопленные знания и опыт из физики и других наук в совершенно другую область – медицину. Одной из первых групп, сформированных для этой цели в США, стала профессиональная группа по медицинской электронике при Институте радиоинженеров. Начав с небольшого круга исследований, эта область выросла в дальнейшем в большое направлении медицины, получив статус специальности в вузах – правительственную поддержку. В этой группе Зворыкин участвовал в создании модели электронного прибора, помогающего слепым читать. Во многим, благодаря его исследованиям и изобретениям, появилась медицинская электроника. Александр Матвеевич Понятов Компанию Ampex создал в 1944 году русский эмигрант Александр Матвеевич Понятов, который взял для названия три буквы своих инициалов и добавил «экс», сокращенно от «эксселент». Поначалу Понятов производил звукозаписывающую аппаратуру, но в начале 50-х сосредоточился на разработке видеозаписи. К тому времени уже были опыты записи телеизображения, но они требовали огромного количества ленты. Понятов и коллеги предложили записывать сигнал поперек ленты с помощью блока вращающихся головок. 30 ноября 1956 года в эфир вышли первые записанные ранее новости CBS. А в 1960 году компания в лице ее руководителя и основателя получила «Оскар» за выдающийся вклад в техническое оснащение индустрии кино и телевидения. Судьба свела Александра Понятова с интересными людьми. Он был конкурентом Зворыкина. Вместе с ним работал Рэй Долби, создатель знаменитой системы шумопонижения. Одним из первых клиентов и инвесторов был знаменитый Бинг Кросби. И еще по распоряжению Понятова около любого офиса обязательно высаживались березы в память о родине. Александр Александрович Максимов. Уроженец Санкт-Петербурга. Он являлся автором теории происхождения крови из одной вимфоцитоподобной клетки. Унитарная теория кроветворения. Именно он впервые ввел в научный оборот понятие «стволовая клетка». Окончив в 1896 году с отличием в военно-медицинскую академию, работал в кафедре патологической анатомии до 1899 года. С 1900 по 1902 год Максимов стажировался в Германии во Фрейкбургском университете. Вернувшись в Петербург, стал профессором, возглавил кафедру гистологии и эмбриологии военно-медицинской академии. После миграции, обосновавшись в США с 1922 по 1928 год, Александр Александрович был профессором анатомии медицинского факультета Чикагского университета. В 1927 году он разработал классическую сводку по соединительным кроветворным тканям. Владимир Ипатьев Выдающийся российско-советский химик, получивший премию имени Бутлерова за диссертацию о действии брома на третичные спирты и бромистого водорода на ацетиленовые и оленовые углеводороды. Во время Первой мировой войны Ипатьев внедрил в производство целый ряд технологий, позволивших увеличить производство взрывчатых веществ в 8 с лишним раз. Вождь мирового пролетариата Ленин всегда отзывался о своем тезке как о главе нашей химической промышленности. Тем не менее, ученый был вынужден уехать из Молдой Пролетарской Республики на Запад, не выдержав политических нападок со стороны властей. В США Ипатьев до сих пор считается основателем всеамериканской нефтехимии. Глеб Котельников Как известно, идею парашюта предложил еще Леонардо да Винчи. А спустя несколько веков с появлением воздухоплавания начались регулярные прыжки из-под воздушных шаров. Парашютисты подвешивались под ними в частично раскрытом состоянии. В 1912 году американец Берри смог с таким парашютом покинуть самолет. И, что немаловажно, живым опуститься на землю. Проблему решали кто во что гораст. Например, американец Стефан Банич изготовил парашют в виде зонта с телескопическими спицами, которые крепились вокруг туловища пилота. Эта конструкция работала, хотя все равно была не очень удобна. А вот инженер Глеб Котельников решил, что все дело в материале. И сделал свой парашют из шелка, упаковав его в компактный ранец. Котельников запатентовал свое изобретение во Франции в преддверии Первой мировой войны. Но, кроме ранцевого парашюта, он придумал еще одну интересную вещь. Раскрываемость парашюта он испытывал, раскрывая его во время движения автомобиля, который буквально вставал как вкопанный. Так Котельников придумал тормозной парашют в качестве системы аварийного торможения для самолетов. Ну что ж, друзья, на это все. Печально, что условия страны заставляли людей перемещаться в более лучшие условия жизни. Надеемся, что все в будущем исправится и наши лучшие умы останутся здесь при нас. На этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!